И вот смотри, курсы из глубины наши. Их у нас сколько? Пять было? Пять, один повторялся. И вот сейчас будет зависимость из глубины. Курсы из глубины получаются, они самые эффективные, они делают точечный прокол. Благодаря тому, что работает вся группа и во всей группе синхронно чистятся зеркала, потому что мы все одно в этот момент. Получается, поднимаются огромные пласты информации, при этом идет обучающий формат, как работать. Ты же по-другому не научишься работать на консультации. Конечно, конечно. С одной стороны, к курсам из глубины, чтобы прийти эффективно, наверное, самый эффективный приход – это ученик-стажер. Когда ты приходишь, у тебя есть психотехническая база, потому что вот на последнем курсе, как нужны были инструменты из других курсов. Да, как оно чувствовалось. Оно чувствовалось, и были моменты, когда мы зависали, переходили к этой простой базе, все равно показывали. Но на консультации я бы добавила, и в конце, уже когда пошли сложные случаи, просто мы с тобой делали, и человек понимал, добираешь сам. Потому что не хватает просто инструментария. Заметь, ни один инструмент не пересекается с тем, что есть на рынке. И плюс состояние. С состояниями сознания люди не управляют так, как управляем мы, как играем на музыкальном инструменте. На какую глубину это, 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 где информация, плаваешь туда-сюда. Посмотри, как музыка создается. Как музыка. Глубже, тоньше, там, выше, да, ниже. Выше, ниже пошел. И получается красивая мелодия, гармоничная. Гармоничная. И ты человека в гармонию выводишь, выстраиваешь. Там, где дисгармония зачистил, зачистил, убрал, создай гармонию. И ты будешь звучать уже на другой ноте. Да, это так, это так. Наши курсы из глубины, смотри, какие они выхлопы после них. Слушай, я после последнего курса, я была сама, вот закончился, ты поехала. А я села, и тут открываю ВКонтакте, и мне пишет Светлана. И у меня был шок. Которая была на курсе, да. Да, у меня был шок, потому что, помнишь, там на курсе мы поднимали информацию, где женщина сходила с ума, у нее в доме горели дети. Да, я помню, что я вышла именно огонь, и да, и пошла. И потом вот этот разрыв перетекания сознания, именно разрыв, который выдал циклическую ошибку. И вот этот разрыв, когда мы убрали и удалили эту информацию, и сам разрыв удалили. И смотри, я получаю, я тебе тогда переслала, помнишь, оказывается, в этой жизни у нее горела лесопилка, и у нее дети остались живы, они в это время отсутствовали. Но там один травмировался на лесопилке. Но сам факт, что у нее был большой пожар, и они отстроили заново и заново стартовали. Смотри, циклическая ошибка из жизни в жизнь. Но она уже убрала оттуда детей. Да, да, да. То есть уже где-то Светлана проработала. Проработала что-то. То есть смогла в себе, да, что-то, и она убрала. Это полностью как болезнь. Вот ты болеешь, тебе тяжело, ты встать не можешь. Потом следующий день тебе легче, следующий день тебе легче. Следующий день уже детей убрала с лесопилки. Следующий. Или ты еще циклов проживешь с этим пожаром, блин. Да, да, да. Или с изнасилованием, в бездетность. Или, или. Я когда вот эти вещи понимаю, понимаю, что наша жизнь, смерть строится точно так же, как день-ночь. Как день-ночь. И если ты заболел, если ты провалился в коллективном, если ты очень сильно закакал свою жизнь. Именно так, это вот так. А закакал, это не было. Я же такая хорошая, у меня хорошая семья, у меня все хорошее. А тебя нет. У тебя есть только коллективное. Тебя для тебя нет. Вот. Ты вся снаружи. Да. Все. Ты вот просто забор размазала саму себя прямо по этому забору. По забору, да. И в следующей жизни ты будешь размазана, и потом будешь размазана, и потом тебя будет собирать через боль. И это значит, каждая жизнь будет инвалиднее, инвалиднее, инвалиднее. Это, знаешь, как вход в болезнь и выход из болезни. Да, да, да. И так из жизни в жизнь. Только вот растянутый сюжет. Все по образу и по дубе. Все по образу. И когда ты человеку, бывает, говоришь, ты лжешь. Нет, не так. Ты ленишься. Лень. Вот тебе лень. Как лень? Я столько тружусь. Я на трех работах. А вы мне говорите о лене, да? Мы же не про это тебе говорим. На трех работах это про отсутствие разума. Разума. А разум когда отсутствует? А это говорит о том, что... Когда ты начал лениться и начал ломать. Ты ушел от себя. А ушел от себя почему? Потому что ты ленишься, ждешь. Почему ты ушел от себя? Потому что ты ждешь. Бог мне принесет. Он должен. Или там кто-то мне даст. Должен. На трех работах мне заплатят. Смотрите, я же в как сколько работаю. Да. Но это мы, кстати, на курсе деньги очень круто подняли, объяснили. Я даже чувствовала, что дошло до всей группы. Вообще дошло до каждой клеточки. Да. Так вот этот момент, когда этот момент... Мы же их состояние еще будет доходить до них. Еще будет доходить до них. Но они же были в этом состоянии сознания. И поэтому у них на клеточном уровне это дошло. Это как я же говорю, что вот как яйцо. Возьмите по образу и подобию. Возьмите ДНК. Ту. То же самое. То же самое. Но вот эти вещи, конечно, информационные, они невероятные. Ты понимаешь, что у человека жизнь изменится. А как мамки нам иногда пишут. Я ленивая, я его возила. И на микрополяризацию мозга. И на дельфинотерапию. И на мещенотерапию. И я столько трудилась. Я такая мама. Я так заботилась. А вы мне говорите, что я ленивая. А вы сказали, что я ленивая. Что за чушь вы несете? Да. А-та-та. А-та-та. Ты ребенка отдала кому угодно. Ты размазала ребенка. Ты просто его взяла и размазала. Ты даже дельфином его отдала. Только чтобы успокоить свою нервную систему. Да, только чтобы подальше от себя. Чтобы подальше от себя. Я не ответственная. Это не я его родила. Это мне его подкинули. Это он сам. Это его карма. Да, да, да. Вот это предательство, которое фонит. Не, но на самом деле, вот смотри. Вот сейчас, последние полгода, Когда книги пошли активно, на консультации приходят мамы, за редкими исключениями, очень мало исключений, но в основном мамы, которые начали сразу читать, то есть они, это, кстати, говорит о настроющем на нас, о таком недоверии, да, вдруг там лохотрон, вот, они начали с книг, они начали с отзывов, они начали с работы в чате, они начали с каких-то изменений, Кстати, работа в чате не всегда в плюс работает без консультации, это тоже я заметила в последнее время, и надо будет... Не всегда, потому что искажения есть. Искажения, залипания на том, что я буду заполнять, писать анкеты, писать, писать, это то же самое, что я буду бежать, 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 как белка в колесе, углублений нету, ты скользишь по забору, тебе говорят, развернись, иди сюда, они, я скольжу, я скольжу, я скольжу, я скольжу, и так, пру, поехала на своей какахе по забору. И ускользала, ускользнула. И ускользнула, поэтому вот это скольжение по забору, оно, когда есть консультация, человек может двигаться к тебе, нет консультации, чаще всего один забор, выдернуть, отлепить от забора очень тяжело тогда. Потому что выбросила саму себя, знаешь, я так вижу, как взяла себя и так об забор. Как снежок, да. И на внешнем и зависла. И там вторичные выгоды, и потом я осознаю там свекровь, а я тут такая, а я тут такая, пошли игры, и все. А у меня денег нету, у меня вот здесь это, а я пойду работать на трех работах, а он мне не дает работать, какая же тут реализация, если он тут кричит. И вот-вот-вот-вот-вот-вот, мажу-мажу-мажу-мажу-мажу. Столько оправданий, столько оправданий, а нет искренности. Или разновидность оправданий. Ты человеку пишешь точечно, вот здесь, вот здесь ложь, а человек начинает оправдываться и отбивать информацию, не принимать. Потому что в нем уже напряжение, а тут и в это напряжение иголкой. Это же вообще просто, там сопротивление идет, больно, вы чего, больно. Понимаешь, это не так, это не так. И я буду защищаться. Да, защищаться. Вот тебе войны, нападения и защита. И поэтому работа, когда рассматриваетесь ли инфодайинг, работу индивидуальную, что, как пишут, мы к вам приедем. А что мы с вами здесь будем делать? Вы думаете, что вы приедете, что мы вас пожалели, понянчили, полюляли, сказали, ой, какое классное у вас, как у вас так ароматно пахнет, мы хотим, да, мы с вами хотим понюхать, да, с вами вместе полежать в больничке. Нет, ты знаешь, я когда думаю про центр, вот этот вопрос стоит, потому что вот как раз-то так же и будут приезжать. Просто это можно будет делать за очень большие деньги. И тогда с ними будут работать те, кто будет как в больнице на переходном этапе, пока человеку не дойдет сопровождать. И сейчас человек услышит за очень большие деньги, у него начинает что? Его начинает колбасить. Его начинает колбасить. А суть в этом как раз-таки. Отлично. Когда ты приедешь к нам переколбашенный, с тобой работать в 10 раз легче. Да. Пускай колбасит. Я люблю, когда людей поднимают. Так это хорошо. Главное, он живой тогда, слышишь, это живой. Мертвец оживает тогда. Зеркал сняли, черное покрывало. Ты на самом деле снимаешь, знаешь, мертвец приходит к тебе, ты ему снимаешь покрывало, его начинает колбасить. В зеркалах искажения. Комната кривых зеркал, смотри, и он его штырит. А ты ему тут... А смотри, что делает психотерапия. Разнесет психику вообще там до безумия там и так далее. Нифига, даже в самом страшном безумии ты найдешь завешанное зеркало. Отвесь зеркала, дай дышать. Посмотри самому себе в глаза. Кстати, в старину, когда женщина рожала... Более злой. Я уже не помню, в книжке я в какой-то читала, я раньше очень много читала. В книжке какой-то читала, вот женщина рожала, и ей создавали условия, чтобы она была вместе с повитухой. И чтобы облегчить процессы, зачастую помещали в баню, где не хватало кислорода, и завешивали все окна. И вот прикинь, мало кислорода, боль дышать нечем, человек задыхается. И полностью, и смертность была, конечно, капитальная. Но люди не знали, как по-другому помочь. Завешивая, закрывая, пряча. По сути дела, заведомо создавая покойника. Я насчет этого, да, с тобой согласна. Вообще, ребенок рождается светом. Светом. И смотри, какая штука происходит. Он рождается, как мы говорим, он вот так, вот так. Фух, я родился. Он свет, он раскрыт, Наташа. Он раскрыт, он чист. Он открыт, он чист. И на самом деле, родители. Что туда загрузишь? В этот момент он чист, он раскрыт. Что происходит? Что мы знаем? Когда человек уходит в гипнотизеру. То есть человек, доверяя, раскрывается гипнозу. То есть раскрывается. И ему туда можно что хочешь навалить. Потому что дает добро, да. Теперь смотри, ребенок рождаясь, он свет рождается чистый. А его встречают родители. Чем они наполняют вот эту вот красивую чашу? Страхами своими. И они начинают вот этот ресурс, который к ним пришел. Источник бесмертный вообще. Источник чистейшей, живой воды к вам пришел, да. А человек что начинает его? Закрывать, заляпывать, закрывать, зажимать подальше. Вместо того, чтобы осознать, что это твой шанс стать чистым. Говорю, прям мурашки. И спить этот чистый вместе источник ему помочь. Спаситель пришел к тебе. Каждое рождение ребенка – это приход спасителя к родителям. Да, это к тебе пришел ресурс. А смотри, что делает ресурс любви. Ресурс любви. И ты его приумножай. Да, очищай этот родник. А загрязняет. А теперь смотри. А теперь смотри. Человека, взрослого, либо ребенка, как проще всего ввести в гипноз? Страх. Фу, резко. Внеси ему страх. Он сразу, мгновенно. Страх – это то, что очень быстро человека вводит в ступор. Значит, в сон. Гипнотическое состояние. Фу, раскрывается. И теперь привет. То есть не через… А смотри, мать рожает ребенка. Его сразу, его сразу. Человек – единственное животное, у кого роды принимает другой человек. Да, он сразу. Сразу принимает другой человек. А другой человек смотрит. У другого человека любви к ребенку нет. У ребенка сразу идет предательство. А в этот момент ребенок открыт. Травма предательства включается. Он открыт. Потому что он любви встречной не чувствует. И этот встречный человек говорит о том, что здесь то, здесь не то, здесь болен, здесь не болен. И вложил в этот… Да, это же в объективном мире. Вот этот свет. И вложил. Уже ограничение пошло. А у мамы в это время включается тоже страх. Пошло в эту красивейшую живую воду входит вот это. Большинству мамок роды были тяжелые, потом могут быть осложнения. Хобана у нее зафиксировалось. Ее сознание уже… Мало того, что у нее и так припыленное сознание. Да, да, да. Так в это время она спит. И ей еще вложили. Кроме того, ой, УЗИ первое сделали, второе УЗИ. Ой, на УЗИ. Сейчас УЗИ делают каждый месяц во время беременности. Я не знаю, я бы это запретила. А что такое УЗИ? Ребенок в животике. Вспомним и потом скажем. Это отрицательные ноги. Он же отрицательный. Он раскрывается. Он раскрывается. Это помимо… У него страх. У него вспышка страха. И ему туда вносят. Да. И вот эти вот УЗИ на самом деле на ребенка, 2-3 УЗИ минимальных за беременность, они должны быть, но больше. Да вообще им надо. Это чушь. Место осмотра, да, вместо осмотра женщины и наблюдения ей просто делают постоянно УЗИ. Вот эти современные беременности и современные… Хорошо, если в этот момент у мамки мозги есть, и она не отметает всю информацию, у меня здоровый ребенок, и я здорова. Это хорошо. А в основном уже как? Вспомни, сколько набрасывают. Да. А потом приходит эта беременная, и ты ей говоришь, так, вот это… Да. Все убрала из головы вообще. Все хорошо, а вот это вот все, это у них. Да, да. А у тебя все хорошо. На самом деле это и… На выходе все хорошо. Да. Потому что закидывают все свои страхи, всю свою дуру. Как психологи закидывают чушь своим клиентам в голову, точно так же и гинекологи закидывают чушь и страхи своим будущим роженицам. И здесь, кстати, и врачей еще преобразовывать надо, чтобы они вот эту чушь не несли им в голову. А врачей преобразовывать? Почему? Потому что преобразовывать надо не только врачей, всех. Потому что суть искренности. А у нас врачи искренние. Вчерашний пример, слушай. Врач сказала, сдайте анализы на гормоны. Говорю, то ей надо сходить сдать анализы на гормоны. Зачем? Смотри, как игры предлагаются. Они просто бегут и догоняют. Ну, сыграй в эту, сыграй в эту, сыграй, где ты больной. Сыграй в эту… Ну, как ты же не можешь быть здоровым. Ты же не можешь. А у человека и есть эта программа, что я же больной. На самом деле, у меня там кольнуло у мамы моей, там у папы. И я ждет. И у него, действительно, у него. И ему тут раз в этот момент, он приходит уже, когда с волнением приходит к доктору, да. А вдруг у меня там что-то. И в этот момент доктор ему, тыц, ну да. Вчерашний разговор. Ну что, сдала на гормоны? Сдала. Ну что, все хорошо. Все хорошо. Ну, надо… Доктор сказала, надо прийти, может, она еще что-нибудь посмотрит. Что-то, может быть, надо… Ну, понимаешь, это и у доктора, и у нее несовпадение. То есть, есть как это, нет игры, как это, надо что-то придумать. Пришла клиентка с деньгами, блин. Ну, естественно. Надо поиграть. Давай мы тебе придумаем какую-нибудь болячку. Как только мы… Как ты еще не в разводе. Как только мы выносим на кого-то себя. Все. Как ты еще не в разводе, да? Давай мы тебя разведем. А как тренинги делают? Вот на тренингах же так и происходит. Приходит человек, ему тяжело поругался с мужем, да. Ему тяжело. Смотри, сколько тренингов через полгода. Я такая счастливая, мы уже разведены. И где ты счастливая в таком месте? Смотришь, да, и сразу понимаешь, да, где. Она вся такая оберточка. А там конфетка черная. Искукоженная. Да, искукоженная. И вот эта искукоженная конфетка, что она привлечет другого мужа? На бумажке она пишет и привлечет. Или там помолится где-нибудь, ей святое дело Марьевки нет. Ты так понимаешь. Мы вообще находимся в мире лжи и зависимости. Почему я так говорю? Потому что королевство в кривых зеркал. Потому что и причем это мы находимся в мире лжи и зависимости. Нас сюда посадили. Нет. Мы... Ты сам налгал, нагадил и не убрал. Да, да. Почистить. Да. Это вот возьми... Ну что взять? Ну яблоко возьми. Яблоко. И с одной стороны появилась гниль, да? Если ты эту гниль не уберешь... Она же ведь... Все яблоко. Она пойдет. Все, она пойдет. То есть суть в том, что убери у себя... Как я говорю, заляпалось говно. Ты же уберешь же это. Или ты будешь ходить. Ну может кто-то и ходит, да. Ну бомжи ходят. Кстати, тема... Да. Полностью. А бомжи подсвечивают другую тему, еще более глубокую. Смотри, какую тему. Есть тема, когда ты сам ушел из коллективного. А есть тема, когда тебя выкинули из коллективного. То есть ты уже совсем отходил. И это две разные темы. И это вообще разные темы. То есть одна тема, когда ты, например, уходишь из коллективного. И тогда... И ты разумен при этом. Ты тогда можешь со стороны наблюдать за коллективным. Это знаешь, как вынести... Открыть программное обеспечение того же самого Винды или сайта. Возьмем сайт. Так ты им просто пользуешься, а так ты можешь открыть коды и что-то поменять. И когда вернешься обратно, коды изменят настройки сайта. Вот точно так же, когда ты сам открыл, выехал куда-то. В служебную командировку, на отдых в другую страну и так далее. Это одна тема. Вторая тема, когда ты изгнан, когда тебя выкинули. И неважно, тебя выкинули из квартиры на мусорку, на свалку. Или тебя выкинули из государства в другое государство. Это бомж. Это без определенного места жительства. Суть одна. Суть одна. Тебя коллективная изгнала. Изгой. И когда работает изгой, тут совсем другая тема. Это значит, ты навалил столько, что в твой внешний мир свалка. Если мы берем, что коллективная – это что? Экскременты наши. Ну, то, что мы производим. Да. То бомж – это экскременты коллективного. Это вообще просто. И все изгои – это экскременты коллективные. Это коллективная тебя выкакала. Да. В другую страну. На другую свалку. Выкинула. В другую землю. В другой город. Выкинула. То есть уже настолько ты вообще вот просто тебя… Ты ушел от себя совсем. Ну, какой ушел? Там уже все. Нет, тут экскременты коллективного. Экскременты коллективного. Это возвращение себя через отторжение. То есть это двойное предательство себя. Двойной разворот. Запутался. И потом, чтобы выйти, надо будет обратно разворачиваться, раскручиваться. И это уже даже эта тема, которая вообще даже не трогается сейчас. Потому что это на самом деле очень… А на самом деле это очень крутая тема. Это тема… Это крутая, когда… Это тема жесткая. И просто ее нельзя поднимать на широкой аудитории. Да, вот я правильно. Но в книгах ее писать надо, потому что это разрушительная тема. Это тема эшафота. Это тема… Блин, это одна из крайне интересных, разрушительных тем. Потому что, смотри, вот эти спирали – это циклические ошибки. Это циклические ошибки коллективного. Как проживаются циклические ошибки коллективного? Вот папуасы. Во время динозавров бегали, воевали. Циклическая ошибка. Вот там крестовые походы ходили, вот там Римская империя воевала, вот там под барабанную дробь на поля сражения 800-е годы с пушками выходили, вот революция, Первая, Вторая мировая война шли. А сейчас разница. Пошли с инопланетянами воевать. Ну, значит, надо создать инопланетян. Ну, вот уже есть люди, которых видели. Пошла Шиза. И потом сознание, оно же воспроизведет инопланетян. И будут войны другого масштаба, только там уже будут рушиться планеты. Но будут войны, не изменения. Это циклическая ошибка. А именно ключ вот войны. Ключ войны. Войны. Суть, вернее. Суть войны. Суть войны, одно слово. Нету преображения в мозгах. Да. Нету переключения. И это нету в коллективном. А это значит, смотри, человек не смывает говно у себя в доме. Человек выбрасывает мусор, пакеты у себя в доме. Человек в какой-то момент засоряет квартиру свою, да. Вот это если выкрепите, потом контейнеры на улицах засорены. Потом, потом, потом. Посмотри Азию. Потом уже океан засорен бутылками. Так все. Вот оно. Твой засор начинает тебя выгонять. Вот уже планетарного масштаба засор. Пошло, да. Твой засор вытесняет тебя с планеты. Да, да. Все. А это то же самое в коллективном. То же самое. То есть ты выносишь это на коллективное. Коллективное выносит на следующий уровень, на следующий уровень. И по уровням это все пошло. И нет разума. И нет разума. Включай разум сразу. Здесь и сейчас включай. Начни убирать вообще все абсолютно. Ухаживать за собой. Кстати. Ухаживать за собой. И это не значит, что физически. И физически в том числе. Но это значит вообще все абсолютно. Стань хозяином. Стань хозяином. А человек считает. А, я там сделаю. Ну так, сделаю. Сделаю так. Никто не заметит. Никто не заметит. Один раз, второй раз. Строил как для себя. А тут строил как для клиентов. Да, а тут когда вообще просто десятку. И кто же это не заметит, когда ты ткешь эту сеть, не заметит. И кто в эту сеть попадает? Ну, кто живет в этом? Кто? Ты сам. Ты сам и живешь. Потому что из тебя это. А, никто не заметит. Это, знаешь, как я поем свинины, потому что я в другой стране. Да, там эти говорят. Аллах не видит. Аллах не видит. Где тут Аллах сидит? Да. Где тут, понимаешь? Вот она ложь. Так а где тут Аллах? Кого ты обманул? Ты сам себя обманул. Если хочешь, свинин, так разреши уже себе. Просто позволь. Прими, да, позволь. И проживи этот опыт с благодарностью к себе, что ты его прошиваешь. Вот оно, с благодарностью, да. А ведь на самом деле почистить экскремент, это все вывести в благодарность. Да. Но вывести очень конкретно. То есть здесь нету размазанного. Я благодарю весь мир. И ходишь такой, по-прежнему размазанный под забор. Нет. Я конкретно благодарю. Здесь благодарность чистая. Чистая. Вот ее передать словами, скажи, сложно. Не, сложно. Это когда вот просто в тебе это. И у тебя нет, у тебя действительно, ты не обманываешь сам себя. У тебя даже вообще нету этой. В тебе не начинает звучать ничего. Как это сказать? Ты просто спокоен внутри. Спокоен. Вот это стабильность. Разум. Стабильное состояние. Разум. Единственное, что есть в стабильном состоянии, это разум. Потому что он стоит на месте, все остальное двигается относительно его. И, соответственно, сознание то же самое. Но при этом сознание, оно иногда течет. У него есть моменты перетекания. То есть сознание уже создает иллюзию движения. Конечно, сознание это и есть, да, оно создает. Оно именно, именно сознание, за счет движения сознания есть жизнь иллюзия. А разум это источник, это сама точка, это исток, где есть все. Черная дыра, питание. Чистое, да. Чистое питание. Чистый ресурс. Чистый интерес. Все оттуда. Блин, все под грибом чистое. Наше тело не может жить без воды. Наше тело не может жить без чистого сознания. Именно на физическом уровне. А это моменты включения разума. Если мы пьем грязную воду, мы заболеваем. Если наше сознание грязное, мы заболеваем. Все вообще. И опять-таки вернемся к ребенку. Ребенок рождается чистый, абсолютно чистый свет. К родителям приходит ресурс, неимоверный ресурс. И благодаря этому вы можете, посмотри, вы можете благодаря своему ребенку увидеть, создать себя, прийти к себе искреннему, чистому, настоящему. А человек начинает ребенка заляпывать. Я не хочу. Я мудрее. И закрывается. И этот чистый живой свет начинает болеть. Потому что, но при этом этот чистый свет, он внутри, он чист. И он выполняет, это же родители, это же тот, кто встречает, это же любовь. Ребенок приходит с этой любовью. И он доверяет родителям. Он думает, это любовь. И при этом, когда уже есть внутри, в ребенке, начинает возникать сопротивление в определенный момент. Вот понимает, что родители меня подавляют. Но при этом он не может им противостоять, потому что он понимает, что он уже в зависимости. Он уже в ловушке. Он уже в ловушке. Но это еще маленький когда. А потом, когда он начинает расти больше, у него уже вот это вот его сопротивление внутри, оно обретает уже программы. И у него начинает, ну когда, и он внутри в себе уже выстраивает такое. Ну я повзрослею, я уйду от них там. Или я им, уже зависит от программ. Или я им тогда покажу. Или я что-то, и потом родители, ааа, что это у меня ребенок такой, там то-то, то-то, откуда конфликты. А извини, ребенок, ты видишь в ребенке, он пришел чистым родником. И этот ребенок тебе показывает, чем ты его наполнил. Что ты создал. Твой рисунок показывает, что ты нарисовал. Вот на этом белом листике. Да, да, да. Наши дети двигают нас в развитии. Я вот сейчас это говорю, я понимаю. Это наша, это наша вообще вечность. Это наш ресурс, дети. Это наш чистейший родник. Это наше спасение. Кстати, очень много расширений в моей жизни, да, вот именно расширений, шло конкретно через детей. Они приходили и показывали. Вот даже у нового. Да, да. Первые поездки на мотоциклах, первые поездки за границу, первое путешествие на байках по Индии там и так далее. Это все он. А у нас страх. А нельзя расшибемся той, другой. Напролом. Но при этом ты это стала осознавать, эту благодарность. Благодарность позже. 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 Когда ты начала раскрывать свое сознание. Когда мы начали. Вот мы с тобой общаясь, мы помогали друг другу. Чтобы раскрыть это. Именно искренний, наш искренний интерес к чему приводит? К тому, что наш, наш интерес остается чистым. Если вдруг во мне заработала какая-то программа, проявилась, заляпалась, да, где-то, ты подсвечиваешь мне. В тебе сработала какая-то, мы же люди, мы же люди, мы же общаемся, мы же где-то общаемся все равно по-любому. В тебе заработала твоя программа, я тебя подсвечу. И мы таким образом за счет вот этой искренности, чистоты, да, мы друг другу выводим в баланс каждый раз, баланс. И мы валим в своем интересе. Нет хитрости, нет лжи, нет изворотливости. Есть чистый интерес. А человек, который один идет в чистом интересе, он действительно валит, но в какой-то момент у него все равно, он же человек. И у него где-то, и он уже эту подменку в себе, он не замечает. Нету зеркала чистого, чтобы ему подсветил, чистая зеркала. Есть только зеркало грязное, подсвечивает ему, и он запутывается, и он уходит. Вот, вот, люди шли в чистейших интересах, но за счет... Это настолько важно, я это так осознаю, да. Здесь получается, только два зеркала может работать. Только два зеркала. Современно два зеркала. Кстати, магия и религия на одних зеркалах. Да? На одних зеркалах. Только в одну сторону. Только, чтобы туда закинуть в подсознании что-нибудь. Чаще все украшили и ломали. Можно только сломать тогда. Ой, когда это все осознаешь, это, конечно, невероятно. И так интересно становится еще. И тогда глубина, тогда глубина получается, это первый вход. А дальше все равно надо выстроить все. И выстроить жизнь, и выстроить себя, и почистить все зеркала. По сути дела, это задача человека не на одну жизнь. Глубина на самом деле, это, ты когда, мы вот на курсе глубина, мы подводим человека, мы приводим прямо в саму глубину, да. Ядрышко. И открываем двери ему. Иди. Вот просто иди. И вот в этот момент человек не закроет. Там вообще такие состояния были. И подвели. Пользуйся. Не можешь пользоваться. Убирай причину, почему не можешь. И это видишь ты. И ты это осознаешь. И здесь вопрос, ты будешь себе лгать или нет. Потому что возле источника ты знаешь, что ты сам себе сейчас врешь. Это так же, как ты, когда перед смертью, предстаешь перед собой, тебе просыпается разум. И ты просто открываются все зеркала. И ты просто видишь, у меня аж мурашки. И ты просто видишь, а уже ничего не можешь. Ты понимаешь, блин, я опять профукал, я заснул. Но я же так старался. И заново пошел. И заново пошел. И ты знаешь, вот здесь момент перехода. Очень важно, с какой точки ты идешь. Потому что иногда ты за время жизни так далеко ушел. А вот сейчас коллективные игры. В коллективных играх человек вообще разворачивается и бежит от себя. Он не идет, он бежит, он летит. Только подальше от себя. И вот когда человек уходит очень далеко от себя, то вот в этот момент становится видно, что следующая жизнь будет от нас. И он уже ничего сделать не может. Просто следующий день – это все. Ты уже свалился с обрыва, ты в полете. Да, 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 да. Это так. А теперь вот смотри, все. Если взять по образу и подобию. Берем то, что сейчас мы болезнь знаем. Общую болезнь, да? Которая сейчас идет. Всего мира. И теперь по образу и подобию человек находится… Мы берем не мир, а берем человека, находится в болезни. В болезни, которая у него уже достигла той стадии, когда происходит либо, либо. И теперь смотри, что происходит. Вот мы сейчас, наш мир находится на одной болезни. В этот момент надо просто замереть, послушать себя и осознать, да? Для того, чтобы сделать выбор, я буду жить или я ленюсь. Вот оно сейчас время, когда человек делает выбор. Я хозяин своей жизни. Либо я ничего не могу сделать. Эта болезнь есть. Вот она. Прям вот они, две платформочки, которые сейчас находятся. Вот. И они уже пошли. Вот оно, разделение платформы, о котором мы говорили 3 года назад. Оно просто сейчас через болезнь подсветилось. И заметь, зачастую уходят люди, говорят, я ничего не могу сделать. А у него еще ресурсы на жизнь 40 лет. И он уходит заранее. Да. И уходит вниз. Да. И таким образом идет… Вот сейчас можно прочувствовать благодарность этой болезни. Потому что она фильтрует, она помогает человеку осознать суть. Знаешь, как? Когда это болезнь, ты ее поблагодарил, и ты выходишь. Либо ты на нее кричишь. И сваливаешься. И ты сваливаешься. И вот это фильтр. Невероятный фильтр. И сейчас он фильтрует конкретно. И он показывает… Показывает. Ты что, ты болеешь. Да. Показывает общество. Общество больное. Мир в болезни. Мир больной. Вот он. Мир в болезни, да. Мир в болезни. Показывает ей. И поэтому поблагодари. Блин, я благодаря этому вижу, что да, мир болеет. Я болею. Выбор за мной. Я хочу жить. Я хозяин своей жизни. Да. Мир болен. Я ничего не могу сделать. Все. Колбасенье вот это. И разделение. Кто идет вперед, кто идет назад. По частотам обвала все. Вообще невероятно. Настолько интересно. Скажи. И как хорошо, что ты у меня есть. И как хорошо, что ты у меня есть. Да. Это просто невероятно. На самом деле это так. Субтитры сделал DimaTorzok